здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вам приманку это одна из разновидностей хоппера но немножко связано совсем не по стандарту хотя уловистость этой мушки меньше не стало давайте свяжем я процессе вам буду рассказывать при крючок мы берем с вами для вязания хопперов они так и называются в одном из фильмов я вам об этом рассказывал частности у фирмы страйк это не реклама вот у них имеется вот такие крючки разные очень подходят это крючок тимка 200р нам для изготовления понадобится немножко специфического материала но если им хотя бы немножечко вам запастись то мушка выйдет довольно таки симпатичная и уловистая поэтому давайте мы начнем для начала крепим обыкновенную нить который мы будем с вами изготавливать тело немножечко нанесем клей так как масса материала которого мы будем крепить имеет особенность у нас скользить доходим с вами почти до самого начала загиба вот к этой точке и нам понадобится специфический такой материал как вот антрон я возьму совсем совсем немножечко белого и у меня имеется еще вот такого цвета две вот так небольшие как вы видите пряди и за будем крепить у загиба длина нашего хвостика должна быть полторы две длины загиба подхватили прихватили по цевью большими вот такими виточками и возвращаемся обратно к нашему загибу вот вышел такой симпатичный хвостик теперь здесь же нам необходимо с вами выполнить или люрекс или вот как у меня имеется красная нить подхватили увели нашу основную сделаем полуузел и отрежем чтобы нам не мешало совсем немножечко ровно два три миллиметра выполним точку прицеливания повторю еще раз это может быть как нить которой я обматываю с таким же успехом может заменить красный голографический люрекс закрепили столько будет вполне достаточно остатки закрепим и отрежем нить для дальнейшей работы нам понадобится нитка несколько тоньше чем та которая мы выполняли работу но должна быть достаточно крепкой я возьму нить порядка 6 8 0 ровница закрепим ее на цевье доведем до окончание обмоточки красной теперь нам понадобится немножко специфический материал которым будет являться мех оленя берем совсем-совсем берем совсем немножко небольшую щепоточку нашего меха для того чтобы у нас у нашей мушки был хвостик удаляем подшерсток возьмем нашу ступочку и подровняем мех если ступочки нет я уже показывал можно в обыкновенной гильзе выровнять это подровняли немаловажный момент если мы начнем из руки в руку перекладывать может немножко нарушится выровненный наш волос поэтому я обычно всегда практикую захватил сколько мне нужно вот у меня я вижу через свои пальцы сколько у меня приблизительно выступает меха примеряем его длину он должен быть у нас почти до края нашего хвостика остальное мы с вами берем и вот так в одной точке стараемся парочку оборотов выполнить этот мех сразу так как он нам даст плавучесть я подхватываю до середины цевья и потом уже окончательно начинаю крепить весь мех доходя до хвостика и здесь же его теперь уже окончательно подхватываю вот приблизительно вот такой симпатичный хвостик у нас вышел весь вот этот мех который у нас остался его спокойно можно или обрезать или обломать но учитывая то что он нам для работы очень полезен поэтому я обычно его беру вот так рукой подхватываю и стараюсь сколько у меня выйдет возможности закрепить весь мех приблизительно так остатки волосков которые вот у нас остались и мешают мы их немножечко удалим тело наше мы будем изготавливать из пера павлина можно изготавливать из даббинга это как уже какой материал у вас имеется поэтому возвращаем аккуратно прихватим наш мех уже окончательно дабы его у нас в дальнейшем не разрушить вот так переходим к хвостику я беру три бородки пера павлина так как у меня тело у нас тело достаточно длинное делаю как всегда вот такую операцию все что положено оторваться уже оторвалось крепим здесь закрепили для того чтобы сегментировать тело и придать ему какую-то симпатичность мы еще с вами будем использовать вот такое черное перо желательно выбрать чтобы у него была как можно меньше конусность что даст повысит нашу перышко плавучесть крепим посмотрим где наша выгнутая вогнутая сторона и закрепим теперь наше перышко закрепили теперь для того чтобы мне это все не мешало я обычно делаю здесь узелочек чтобы наша нить не убежала и покороче ее выставляем промажем немножко клеем цевьё по которому будем производить намотку нашим пером что дополнительно укрепит его берем берем бородки слегка подкрутим чтобы они у нас не разъезжались и выполним обмотку тела перо должно быть достаточно длины если по каким-либо причинам длины пера будет недостаточно можно подвязать еще одно перышко так чтобы было достаточно выполнено наше тело доходим промотали две трети как раз мне вполне достаточно длины моего пера подводим нить и крепим закрепили перо остатки отрезали для обмотки можно использовать разные способы можно по плоскости можно отодвигать волоски можно чтобы бородки были направлены как к загибу так и направлены к колечку поэтому это уже не столь существенно выбрали вот у нас перышко ложится бородками по плоскости хорошо нас устраивает так делаем количество оборотов так как на воле бакеры доходим до места крепления здесь выполним один полный оборот закрепили перо отрезали в большинстве случаев для изготовления такой мушки берут и состригают верхнюю часть я наоборот чтобы у меня не ухудшалась моя плавучесть я возьму так же как в других вариантах наше перо направлю в сторону так оно и останется можете за это не переживать обычно крыло используют опять мех оленя но учитывая то что я уже неоднократно экспериментировал и проверено я буду использовать вот мех козы вот такой который с брюшка с бока с боков он достаточно также трубчатый но в то же время он имеет не такую ломкость как с других участков кожи убираем от шерсток подравниваем наш мех количество меха приблизительно пол карандаша но опять же все зависит от величины нашей мушки в данный момент я изготавливаю для конкретной рыбалки по нашему головлю поэтому мушка у нас крупненькая для того чтобы отсеять всех наших ненужных рыб которые будут посягать на это обязательно очень очень хорошо убираем под шерсток поломанные и также пройдемся в ступке вот у нас мы подравняли теперь выберем длину крыла она она у нас должна доходить до нашего конца хвостика длина меха для нас очень большая поэтому мы с вами отрежем тот который нам не нужно длина примерили еще раз вот меня вполне устраивает на место крепления обязательно добавляем капельку клея и как обычно я беру промазываю вот так как чтобы было вам видно вот так торец нашего меха который мы будем крепить и теперь немаловажная деталь желательно поставить крючок сразу в удобное для нас положение так как он имеет изгиб чтобы наш мех не скользил подравняли держим строго над крючком посмотрели чтобы не уходил наш мех подхватили и пока не прихватываем посмотрели все нас устраивает да в принципе то нас длина и все вполне устраивает большинство вязальщиков стараются допустим мех рассредоточить поверху по цевью я это не делаю так как густота моего крыла вполне достаточная для того чтобы удерживать мушку мне не надо рассредотачивать как мех оленя и теперь я беру здесь подхватываю стремимся не за один раз так как вот этот бугорочек у нас будет немножко мешать закрепили для дальнейшего изготовления нам понадобится ковтейл то есть мех с хвоста теленка я обычно использую вот такой флуоресцентный если у вас допустим такого нет можно взять хорошую щепотку этого же вот как я показывал антрона он имеется разных цветов поэтому можно спокойненько его заменить на этот материал подготавливаем наш мех отрезаем необходимое количество подравниваем убираем подшерсток естественно у нас длина нашего бактейла будет несколько меньше потому что крыло у нас уже имеет свою величину поэтому даже если вот так как в моем варианте выходит его длина несколько меньше это не так страшно я его устанавливаю не столько для того чтобы моя мушка лучше плавала а для того чтобы ее было лучше видно добавим немножечко клея хорошо чтобы десять раз не проматывать мы с вами сразу закрепим здесь перо и хорошо промотаем закрепили с вами хорошо мех перо и я для украшения добавил буквально по пряги кристалл флеша по краям и теперь нам необходимо почти до самого колечка вот так аккуратненько так чтобы перья наши не наезжали друг на друга сделать хороший ершик следим за тем чтобы при намотке по нашему конусу перо перо не сильно спадало можно добавить даббинг а потом намотать перо то есть как вам будет удобно перо также можно использовать разное коричневое но так как я уже вяжу проверенный вариант поэтому галауль наш любит чтобы все было в таких черных тонах закрепим перышко и остатки отрежем сформируем головку и покроем капелькой лака нанесли немножечко лака я еще промотал бортик перед головкой павлиним перышком для красоты и наша мушка как вы видите еще одна вот в так в других тональностях готова к рыбалке благодарю вас за внимание до скорых встреч